В основном будет сегодня наш разговор посвящен медицинской теме и я рад представить сегодняшнего гостя у нас в гостях главный врач скорой станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ирина Большакова. Ирина Анатольевна, добрый вечер. Здравствуйте. И вот как раз я бы хотел задать вопрос сегодня в связи с тем, что православные отмечают крещение Господня и купаются в прорубях, как относятся к этой русской забаве врачи? Для начала я хотела бы сказать, что скорая медицинская помощь является самым востребованным видом медицинской помощи. Мы, наверное, ближе всех находимся к каждому новосибирцу. Нас вызывает в год из 1440 человек. Почти получается, что почти каждый второй новосибирец прибегает к услугам скорой медицинской помощи хотя бы раз в год. Кроме того, что мы востребованы при оказании медицинской помощи нашим пациентам, мы востребованы на общественных мероприятиях и в том числе на таких, ну, значимых, наверное, для нашего населения мероприятиях, как то, которое проходит сегодня. Это крещение Господня, это организованные погружения или купания наших новосибирцев на различных местах. Вот. И всего мы дежурим на семи полыньях. Служба скорой медицинской помощи начала дежурство сегодня уже с ноля часов, потому что мы наблюдали активность граждан, хотя было заявлено, что мы должны дежурить с 8 часов утра. Активность граждан была такова, что нам пришлось уже на некоторых полыньях стоять в 12 часов ночи для того, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. И если вдруг возникнут какие-то проблемы со здоровьем, то вовремя отреагировать. А какие могут быть, как раз, хотел спросить, проблемы со здоровьем вот во время таких купаний? Человеку плохо, ну, наверное, сердцем становится или как? Или что там может быть? Вы знаете, мы дежурим много лет уже на крещенских купаниях, и мы наблюдаем, наверное, различные какие-то состояния, которые связаны с ухудшением здоровья и связаны, наверное, с неосторожностью людей при выполнении этого ритуала. Чаще всего это бывает переохлаждение и отморожение. Переохлаждение возникает тогда, когда не в купели купаются люди, тогда они выходят на воздух уже, да. Ну, в очереди, да, ну, в очереди они еще не успевают остывать и не успевают остывать в купели, потому что температура воды, как правило, она выше, чем температура воздуха. Ну, когда они выходят уже мокрые, влажные, из купели, ну, им кажется, что им очень жарко, потому что такая первая реакция на охлаждение. И нужно одеваться, нужно сразу надеть обувь, сухую одежду, выпить чай. Ну, в это время люди теряют бдительность. Вот, и бывает переохлаждение, бывает обморожение. А следующая по частоте патология, которая встречается, это повышение артериального давления, резкое повышение артериального давления, именно в связи с тем, что организм испытывает стресс, когда погружается в холодную воду. И люди, склонные к артериальной гипертензии, часто обращаются к нам по поводу высокого давления. Вы знаете, в этом году мы наблюдали даже стресс у женщины, которая наблюдала за тем, как купается ее сын. То есть сама она была в числе наблюдавших, в числе свидетелей. Как она проникла с переживаниями. Да, она проникла с переживаниями, и нам пришлось оказывать ей помощь в связи с гипертоническим кризом, который возник у нее вот при наблюдении за своим сыном. Ну, хоть не в связи с обморожением. Теперь, что еще может быть? К сожалению, бывают такие тяжелые осложнения. Это нарушение сердечного ритма, потому что в момент погружения в воду резко изменяется и тонус сосудов, и может возникнуть аритмия у тех людей, которые этим недугом страдали и раньше. Бывают случаи внезапной смерти во время погружения в кюпель, потому что люди, которые накануне, может быть, принимали алкоголь, которые никогда не занимались закаливанием, встречаются стрессовые ситуации на фоне каких-то факторов риска, которые у них существуют, таких как ожирение, переедание, алкоголь, гиподинамия. И в этот момент сердце у них не срабатывает, дает сбои, иногда до фатальной аритмии, которая проявляется остановка сердечной деятельности. К сожалению, такие случаи бывают. И были смертельные случаи, но, по-моему, не на территории города Новосибирска, а вот в области, насколько я помню, был случай. Да, был, к сожалению, молодого совершенно мужчины, был смертельный случай. Это очень трагично и печально. Сегодня у нас в гостях главный врач станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ирина Анатольевна Большакова. И мы продолжаем наш разговор. Ирина Анатольевна, год только у нас, можно сказать, стартовал, а скорая помощь уже успела столкнуться с проблемой хамства водителей. И как и по всей стране, так и в нашем городе один из водителей заблокировал карету скорой помощи, которая приехала на оказание медицинской помощи, на час, да, и отлучился по своим делам. Как часто, вот по стране мы о таких случаях слышим постоянно, как часто в Новосибирске вы сталкиваетесь с такими проявлениями? Вы знаете, наверное, ситуация набрала какую-то критическую массу, поэтому вот этот последний случай для нашего Новосибирска стал таким резонансным. И совпало со случаями, которые произошли в других регионах. Почему набрал некую критическую массу? Потому что, ну, ситуация вообще-то, она формировалась очень давно и формировалась в связи с тем, что наши дворы, они совершенно не приспособлены для такого количества машин. И для такого количества благосостояния или проявления благосостояния, которое мы сейчас наблюдаем. И машины, припаркованные во дворах, они мешают проезду скорой медицинской помощи даже иногда, тогда, когда можно машину было бы поставить более аккуратно, с расчетом на то, что пройдет не просто мимо легковой автомобиль, а именно автомобиль скорой медицинской помощи. Ну да, человек, то есть на уровне подсознания даже не допускает, что может приехать, что может ему самому же понадобиться помощь экстренной службы скорой, пожарной и так далее. Да, и когда он паркуется, он рассчитывает, что да, здесь легковой автомобиль пройдет, а скорая медицинская помощь, она застревает в этой точке. Вот, и, конечно, это все, вот эти вот досадные какие-то проблемы, они мешают скорой медицинской помощи вовремя приехать, приходится врачам скорой медицинской помощи буквально бегом бегать по вызывам, пешком ходить. И пациентов выносить на носилках достаточно далеко и неудобно, и для пациентов это тоже может быть опасно. Вот, и пациенты же не на носилках укладываются, извините, не одеты в зимнее время года, они просто накрыты одеялом, они даже не подозревают, что транспортировка может проходить так длительно, не сразу в автомобиль, а еще их пронесут по родному двору от шестого подъезда к первому. Вот, поэтому ситуация просто так накалилась уже, что один из водителей пожаловался на эту ситуацию, когда мы стали выяснять, а как часто это бывает, да, это бывает очень часто, к сожалению, и, к сожалению, это чаще всего бывает во дворах, когда невозможно разъехаться, невозможно проехать. Вот, и есть риск даже при проезде по узким дорогам, что тебя стащат, машину скорой помощи стащат в колею, и ты повредишь стоящие автомобили. Вот, нам часто приходится обращаться к помощи ГИБДД, машина останавливается, ну и понятно, что приходится вызывать другой автомобиль, пока этот разбирается с ГИБДД, и все это катастрофические потери времени. Это аварии какие-то, да? Да, это даже аварии бывают у нас, это катастрофические потери времени. Для нас время это совершенно невосполнимый ресурс, и сейчас, когда у нас требования 20-минутного доезда, они очень жесткие в экстренных ситуациях, то мы дорожим каждой минутой, и сейчас для нас это очень болезненно, когда мы не можем проехать вовремя. — Последняя инициатива, которая обсуждается сегодня также во всей стране, по-моему, ее предложил один из членов Общественной палаты России, не Минздрав, но предложили Минздраву разрешить таранить мешающие проезду скорой помощи автомобили. Как к ней относятся в сфере медиков, в профессиональной среде? — Ну, я думаю, что это можно комментировать только в виде шутки, потому что если разрешить водителям скорой медицинской помощи таранить паркованные автомобили при той катастрофически накопившейся неприязни к владельцам личных автомобилей, которые паркуются во дворах домов, они могут таранить это просто из чувства, ну, так в кавычках, пролетарской ненависти, потому что уже нагорело, наболело. — На самом деле, я думаю, что законопроект или вот это вот предложение, оно немножко по-другому звучит, что если по вине водителя скорой помощи происходит какое-то небольшое ДТП, какое-то повреждение автомобиля стоящего, припаркованного неправильно, то страховая компания будет оплачивать этот случай, водитель скорой помощи виноватым считаться не будет. — Никто не говорит о намеренном таране, о тех случаях, которые, естественно, никто не хочет допустить, но которые иногда могут быть. — Ну, а, кстати, Ирина Анатольевна, на дорогах-то пропускают? — Вы знаете, даже может вот некую историю привести в пример, что в те времена, когда еще не было таких машин скорой медицинской помощи, которые пришли к нам по национальному проекту здоровья, которые были оснащены, уже стали оснащены маячками, звуковыми сигналами, — Цветографическая раскраска уже соответствовала машину скорой медицинской помощи. До этого машины были различные случайные оазики, раскрашенные совершенно по-разному, иногда даже без мигалок и сирены. И были очень серьезные проблемы, когда по дорогам мы не могли проехать и нас не пропускали. Тогда, когда машины пришли уже оснащенные так, как полагается, по ГОСТу, и мы стали наблюдать, что к нам стали относиться более уважительно и более вежливо на дорогах. А если уже видят машину раскрашенную в оранжевый цвет, а это реанимация, тогда пропускали, как правило, беспрепятственно. В редких случаях попадаются люди, которые не пропускают машину скорой медицинской помощи. И, вы знаете, это бывали случаи, когда нас не пропускали, когда ДТП случалось где-то на перекрестке, где машина скорой медицинской помощи проезжала с включенными звуковыми сигналами и маячками, везла тяжелого пациента в стационар, сталкивалась с машиной легковой, которая не могла пропустить или не желала пропустить машину скорой медицинской помощи. Такие случаи были. Но, как показывает опыт и изучение этих ситуаций, то водители, которые не пропускали машину скорой медицинской помощи, они, скорее всего, даже не делали это в пику машине скорой помощи или осознанно. Они просто не видели, что два ряда остановились. Им показалось, что дорога пустая, они пролетали, и тут встречали машину скорой помощи, которая тоже видела, что два ряда остановились. И они ожидали, что третий ряд тоже сейчас остановится. Ну, а третий ряд в этот момент, может быть, водитель из третьего ряда слушал музыку, ехал в наушниках, вот у него хорошая звуковая изоляция, звукоизоляция в машине, вот, и он вдруг оказывался на пути кареты скорой медицинской помощи, возникало ДТП. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы тем временем с главным врачом станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ириной Большаковой говорим о том, что сегодня волнует врачей скорой помощи, с какими проблемами они сегодня сталкиваются. А насколько сегодня, Ирина Анатольевна, актуальна проблема для нашего города нападения на бригады врачей? Вот я тоже, готовясь к программе, изучал новостные сводки, и уже по этому году уже ни один, ни два, ни три случая нападения на бригады врачей по всей стране. Для нашего города это насколько актуально? К сожалению, для нашего города эта проблема тоже актуальна, и обострилась она тогда, когда убрали медицинские вытрезвители, и бригадам скорой медицинской помощи пришлось сталкиваться с лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые не являются больными людьми, но которые считаются людьми без помощи, и этих людей приходилось транспортировать с общественных мест, с улиц, в стационары. Мы проанализировали ситуацию, и очень большое число нападений было тогда, когда люди помещенные, вот эти люди в состоянии алкогольного опьянения находящиеся, лежащие где-то в холодном сугробе, помещались в машину скорой медицинской помощи, там они отогревались, находили себя в незнакомой обстановке, начинали буянить, нападать на докторов, приставать к молодым девушкам, бить оборудование, аппаратуру, и справиться с этими людьми было крайне сложно. Да и другие задачи у скорой помощи, собственно говоря. Да, другие задачи, естественно, женщина, которая везет пациента в таком состоянии в стационар, она не готова к тому, чтобы удерживать его, обороняться от него, и ее цель оказать этому человеку помощь, не оставить его в опасности, как беспомощного человека. И наши цели и задачи не совпадали с целями и задачами человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Ну и получался конфликт, который чаще всего нам приходилось при помощи полицейских как-то решать. Что законодательно нужно изменить, а изменения, я считаю, назрели, чтобы этих нападений избегать? Чтобы люди у нас не позвали... На полицейских же, условно говоря, никто не нападает в таком количестве. Если говорить о лицах в состоянии алкогольного опьянения, которых нам приходится транспортировать в стационар, для того, чтобы там оказали медицинскую помощь, а если она не нужна, то просто люди какое-то время находились в приемном покое, вытрезвились и потом пошли домой, то логично, чтобы вернулась какая-то форма оказания помощи на госпитальном этапе, в виде вытрезвителей. Потому что люди эти не являются больными людьми. Им нужна забота. Их единственная болезнь, наверное, это алкоголизм в данном случае. Да, это алкоголизм, который в экстренном порядке не лечится, и этим людям просто нужна забота, осмотр, досмотры, какое-то помещение их в учреждении, где вы могли за ними просто понаблюдать, вытрезвите, потом уже отправят домой на следующий день. Естественно, это не должно быть приемное отделение стационара, где находятся очень тяжелые иногда пациенты, в котором столкновение с лицами алкогольного опьянения не только противопоказано, но совершенно неуместно. Потому что люди, находящиеся в приемном отделении со своими заболеваниями, когда сталкиваются с лицом в состоянии алкогольного опьянения, который буянит, требуют от врачей приемного отделения каких-то действий, в том числе и налить себе дозу очередную. Извините, могу процитировать, что у вас же здесь есть спирт, налите мне, пожалуйста, это требование. Ужас. Да, думаю, что кто наблюдал вот такие картины в приемном покое, они понимали, насколько неуместны лица в состоянии алкогольного опьянения, в приемном покое, если им не нужна медицинская помощь. Конечно, здесь должны быть медицинские вытрезвители, которые бы взяли на себя эту функцию. Ну, а что касается полиции, я думаю, что все-таки логичнее было бы, чтобы этими людьми занимались полиция, потому что они нарушают общественный порядок, но ни в какой мере не являются больными людьми. То есть, чтобы не нападали на врачей, нужно возвращать вытрезвители. Ну, и, наверное, ужесточать закон, чтобы как нападение на полицейского квалифицировалось нападение на врача. Я согласна с вами, что мы осветили только одну сторону, это нападение лиц в состоянии алкогольного опьянения на врачей, когда мы имеем дело вот с такими людьми, которые не больные. Но есть еще и другая категория людей. Например, родственники, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, когда приезжает бригада скорой медицинской помощи, они начинают выдвигать какие-то совершенно нереальные требования к бригаде, объяснений они не слушают. И состояние алкогольного опьянения, опять-таки, здесь является причиной того, что возникает конфликт, неуправляемое поведение даже не пациента, а его родственника. Иногда на врачей нападают, иногда выбрасывают сумки, иногда оборудование, аппаратуру портят и ломают. Вот. И то в таких случаях, конечно, без помощи полиции нам не обойтись. И в тех случаях, когда нам наносится какая-то травма, вот мы, конечно, обращаемся в полицию, пишем заявление, ну и дальше уже ждем реакции с их стороны. Но здесь ведь есть немножко и другая сторона, о которой, может быть, мы не говорим, это состояние, моральное состояние самого доктора скорой медицинской помощи, которого ударили по лицу, на которого накричали, на которого накричали с использованием нецензурной брани. И надо понимать, что у нас работают женщины, молодые девушки, и когда эту молодую девушку хватают за руку, и у нее возникает растяжение связок, после которого она не может работать, либо ее отталкивают от пациента, либо вырывают у нее из рук шприцы, медикаменты, сумку, то девушка после такого вызова уже не в состоянии работать, она находится просто в состоянии психологического стресса, ее приходится очень долго успокаивать. На следующий день она, как правило, приходит с заявлением об увольнении. То есть даже так, сразу с заявлением? Да, 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 потому что работать в такой ситуации очень тяжело, и это одна из причин того, что на скорую медицинской помощи не хватает кадров, и люди уходят после таких стрессов. Ирина Анатольевна, а вот закрывая тему с вытрезвителями, а вы с какой-то инициативой выходите, например, к нашим законодателям, к собранию, кто законы у нас издает, чтобы вернуть эти вытрезвители? Потому что раньше, я не знаю, пьяницу забирают вытрезвители, он покидает вытрезвители. Как правило, практика складывалась так, что с пустыми карманами, даже если у него были деньги, то после выхода из вытрезвителя у него их не было. И заметьте, без алкоголя он покидает вытрезвитель. С пустыми карманами, да. Поэтому уже желание попадать туда второй раз, я думаю, мало у кого возникало, но только уж у отпетых рецидивистов. Сегодня как-то вы выходите с такими инициативами врачебное сообщество? Вы знаете, надо добавить, кроме шуток, что с пустыми карманами или нет, у медицинского вытрезвителя всегда дежурил медицинский работник, фельдшер, и если необходимо было наблюдение за здоровьем человека, принявшего алкоголь, то это осуществлял медицинский работник. Если необходима была госпитализация или вызов скорой медицинской помощи, медицинский работник по показаниям это делал, оказывал помощь, и мог вызвать скорую медицинскую помощь, если нужно было доставить стационар. И что касается инициатив, то, конечно, агрессивное поведение, его можно какое-то время терпеть, но тоже границы какие-то это переходит, накапливается негатив со стороны врачей скорой медицинской помощи. Инициатива приравнять работников скорой медицинской помощи все-таки к полицейским, она уже звучит очень давно. И была попытка одобрить такой законопроект о приравнивании медиков, которые работают в экстренных службах, к полицейским. Ну, как он будет одобрен, не одобрен, я считаю, что все-таки он должен как-то найти поддержку у наших законопроектов. Ну да, этот момент один, а возвращение такой структуры отдельной, как вытрезвитель, чтобы со скорой помощи снять вот это катание пьяных по городу. Вы знаете, ведь вопрос даже не в том, чтобы снять со скорой медицинской помощи, ведь здесь две стороны задействованы между пациентом и стационаром, ведь тоже возникают конфликты. Поэтому здесь не только скорая медицинская помощь, здесь еще стационар, куда мы везем этих пациентов, крайне заинтересован в том, чтобы эти люди не попадали. Туда, куда им не надо попадать, потому что они не являются больными. Конечно, должен быть какой-то либо медицинский подрезвитель, либо можно по-другому как-то назвать эту организацию, в которой бы могли эти люди проходить период в отрезвление и не попасть самим под машину, куда-то в канализационный колодец, не замерзнуть на улице, потому что, понятно, они нуждаются в заботе. Ну и в заботе также нуждаются больные люди, которые в стационаре ждут помощи. А вот мне интересно, сегодня скорая помощь, допустим, едет и где-нибудь валяются пьяные. Какие инструкции на этот счет останавливаться подбирать или как? Или только по обращению кого-то она едет? В любом случае, если мы видим человека, который лежит, скорая медицинская помощь останавливается, осматривает его и принимает решение, что с ним дальше делать. Как правило, если человек лежит и не может подняться, и это говорит о том, что он в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, мы его везем в стационар. Но иногда бывает, что это люди в состоянии алкогольного опьянения просто выбрали себе такое место для того, чтобы отдохнуть. Я вам скажу, что таких людей мы даже ввозим домой, чего мы, собственно, не должны делать, но мы понимаем, что оставить их на улице нельзя. Они пойдут на красный свет светофора, попадут под машину, упадут куда-нибудь в канализационный люк, в канаву. И тогда уже нас вызовут на более серьезную ситуацию. То есть даже в качестве доставки до дома используются машины скорой помощи в отдельных случаях, требующих проявления человеческого милосердия. Сегодня у меня в гостях главный врач станции скорой медицинской помощи города Новосибирска. Ирина Анатольевна Большакова. Очень много интересных тем мы уже сегодня с ней обсудили и продолжаем наш, безусловно, интересный разговор. Ирина Анатольевна, зимой это было сообщение, причем, на мой взгляд, так сильно растиражированное в СМИ, о том, что скорые, кареты скорой помощи продолжают застревать. Ну, не продолжают, а застревают на тот момент, а сейчас еще было повторное, что продолжают застревать во дворах Новосибирска. Насколько сейчас эта проблема актуальна? Вот мы сказали о том, что машины мешают, да, плохо припаркованные, что приходится лавировать водителям и демонстрировать свое водительское мастерство. А насколько вот актуальна проблема нечищенных дворов? Наверное, зима этого года и года прошлого, она, наверное, войдет в историю, потому что была совершенно нетипичная для наших мест зима, она началась очень рано. И не устаю это повторять, 7 октября лег снежный покров. Это всем тем, кто ругает сегодня дорожные службы Новосибирска за плохую уборку, 7 октября лег снежный покров, осадки действительно были аномальные, я статистику приводил в прошлой программе, это к диванным комментаторам, которые сегодня... Ну, мне просто жаль работяк, я знаю, в каких условиях они работают, те, кто снег, то убирают, в отличие от тех, кто пишут про них, которые сидят в офисе, от безделья маются и критикуют, да? Ну, ладно, это я уже тут на свое отвлекся. Насколько актуально сегодня? Поэтому действительно была аномальная зима, действительно выпало очень много снега, была теплая погода. И если раньше наступал... Вместе со снегом приходили морозы и снежный покров, ну, становился для нас старым асфальтом, мы проезжали даже там, где не могли проехать, потому что были закрыты какие-то ямы, то в этом году ситуация, ну, складывалась совершенно по-другому. Рыхлый снег, большое его количество, убрать сразу его невозможно, потому что если всю ночь идет снег, то скорая медицинская помощь выезжает тоже всю ночь. Понятно, что перед ней никакой бульдозер не пойдет и дорогу перед каждой машиной расчищать тотчас же не будет. Поэтому нам приходилось очень много буксовать в этом году и буксовать буквально до последних дней, пока не установился какой-то плотный снежный покров после морозов, где количество буксовок уже резко снизилось. Буксовали мы как в дворах, так и в частном секторе, и мы еще и выезжаем за пределы города в пригородную зону, поэтому есть очень много мест, которые прочищены плохо, есть места, которые вообще не чистятся. Ситуация на городских дорогах, она достаточно спокойна, по городским дорогам мы проезжаем хорошо, но вот что касается внутриквартальных проездов, там проблемы остаются. Вы знаете, говорят, что там домой довозят. Вот у меня жена сотрудник, тоже медицинский сотрудник, и однажды на остановке до ватора стало мужику плохо, ну пожилому. Так. Так жена остановила скорую помощь, и 15 минут она уговаривала забрать этого дедушку. И тут еще падает женщина под колеса автомобиля, ну, правда, автомобиль не переехал ее, но она ударилась очень сильно головой. Так скорая помощь говорит, вы, пожалуйста, вызывайте и следующую машину. А почему бы нельзя было забрать обоих сразу пострадавших? А вы, говорите, возите домой. Вот пока жена не пригрозила подать на них в суд, вот тогда они только забрали обоих пациентов. Спасибо большое, Сергей, за звонок. Какая-то уж больно мрачная картина была на улице до ватора, Ирина Анатольевна, в один из дней. Вот. Ну, наверное, машина-то, я так понимаю, шла на другой вызов. Ну, скорее всего. Отвечать, безусловно, вам. Ну, прежде всего, прежде всего, надо сказать, что все звонки и все жалобы, которые приходят к нам от пациентов, от людей неравнодушных, неравнодушных, которые увидели какие-то проблемы в работе скорой медицинской помощи, они у нас рассматриваются, разбираются своевременно, как на врачебной комиссии, так и на этической комиссии. Поэтому, если вы увидели какой-то случай, где, с вашей точки зрения, скорая помощь сработала неправильно, то логично позвонить на простой телефон 103, который доступен абсолютно со всех телефонов, с мобильного, с домашнего, 103, и высказать свою претензию старшему дежурному врачу, который круглосуточно дежурит в городе, и собирает всю информацию, и на следующий день случай этот будет, конечно, разобран. Но такой случай нетипичен для скорой медицинской помощи, и то, те слова, которые я произнесла, когда мы возим пациентов в алкогольном опьянении не в больницу, а домой, это совершенная правда. Ну, кстати, извините, я вас перебью, я прошу это воспринимать не как обращение к жителям Новосибирска, что скорая помощь будет их возить домой, а просто как то, что было. Да, то, что было, потому что это не... Скорая помощь не должна возить, конечно, пациентов домой, потому что для нас это тоже, ну, предмет, наверное, особого разбора, потому что мы тратим на это время, хотя должны оказывать помощь реальным пациентам. Вот, но то, что пациентов мы довозим периодически домой, это правда. Добрый вечер, как вас зовут, и какой у вас будет вопрос Ерине Анатольевне? День добрый, Роженков Юрий. Я хотел бы узнать, как статистику, как отразились эксперименты со временем на здоровье людей, перевод стрелок. Вы меня опередили, Юрий, я как раз хотел этот вопрос задать, но в конце уже программа. А на вас как отразился, Юрий, эксперимент? Ну, вот, на мне лично отрицательно. Отрицательно. Хорошо. Я знаю пенсионеров, которые, в общем, много стало вызову, гораздо больше, чем. То есть, отрицательно, как я знаю. Спасибо, Юрий, за звонок. Юрия Анатольевна, я знаю, что вы были, по-моему, противницей перевода нас в другой часовой пояс, то есть еще на час дальше от Москвы. Как изменилась статистика? И ваше личное отношение, кстати, изменилось ли к переводу? Наша статистика показывала, что в те периоды, когда людям приходилось раньше вставать, количество вызовов было больше. Конечно, эта ситуация или эти цифры, они требуют какого-то научного подхода для изучения этих цифр. Мы, станция скорой медицинской помощи, можем только констатировать факт. Научными изысканиями здесь мы не занимаемся, должны быть, конечно, специальные какие-то организации. Но по своим близким, по себе лично, по детям, которым приходится вставать в более темное время суток, идти в садик, идти в школу, я вижу, что это не лучшим образом действует на работоспособность, на настроение, на здоровье. Поэтому я как была, так и остаюсь противницей перевода часов. Добрый вечер, как вас зовут, какой будет вопрос? Михаил, у меня два вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. Скорая помощь, да, и вытыкает вопросы, название организации. Есть какие-то пределы, лимиты? А второй вопрос, Михаил? И второй вопрос, насколько правомерен отказ до специализации в случае отсутствия полиса обязательно медицинского страхования и нагородного. Есть такое ограничение? Либо это чистая инициатива бригады скорой помощи. Спасибо, Михаил. Ну вот да, у нас теперь наши радиослушатели, молодцы, задают вопросы, которые у меня были у самого припасены. Вот Юрий про часовой поезд затронул вопрос, а я как раз хотел переходить уже к этому вопросу. И большое спасибо Михаилу за то, что подвел разговор к этой теме. Какие сроки-то у нас по приезду бригады скорой помощи? Из названия свидетельствует, что помощь скорая. Сколько минут? Ну, существовавшая до 2014 года нормативная база по скорой медицинской помощи предполагала такой, знаете, обтекаемый норматив строительства подстанции скорой медицинской помощи 20-минутной доступности от самой дальней точки своего обслуживания. И неясно было, что 20-минутная доступность подразумевает это доступность часа пика или доступность ночное время, когда город свободен и можно доехать с одного конца города до аэропорта Толмачева за те же 20 минут. То есть с 2014 года нормативы стали более четкие, более ясные. И прописано в порядке оказания скорой медицинской помощи, что вызовы, которые скорая медицинская помощь обслуживает в экстренной форме, должны быть, бригада должна прибыть до 20 минут. При этом вызовы, которые обслуживаются в неотложной форме, то есть без угрозы для жизни пациента, они обслуживаются после того, как обслужены вызовы в экстренной форме. То есть та медицинская сортировка, которая была принята и по умолчанию присутствовала на станцию скорой медицинской помощи, более тяжелые пациенты обслуживались в первую очередь, такие как дорожно-транспортные происшествия, роды, кровотечения, травмы, судороги у ребенка. Это были первоочередные вызовы, и на них бригада отправлялась в первую очередь. Все, что касается вызовов без угрозы для жизни, например, температуры, неосложненное высокое давление, это могло обслуживаться во второй очереди. Сейчас появилась нормативная база, которая позволяет нам это делать совершенно на уже четкой правовой основе. Думаю, что про 20 минут я ответила, что вызовы с угрозой для жизни, мы должны прибыть до 20 минут. Надо сказать, что мы прибываем до 20 минут. 95% случаев дорожно-транспортных происшествий – это очень хороший показатель. Мы прибываем на летальные исходы до 20 минут практически тоже в 98% случаев. История нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда. Здесь тоже мы выдерживаем хорошие показатели нормативные. И недопонимание иногда возникает у нас в тех случаях, когда люди, вызывающие скорую медицинскую помощь, трактуют высокую температуру как угрозу для жизни. И хотят, чтобы скорая медицинская помощь прибыла буквально через 5-15-20 минут. Но еще раз повторю, что есть вызовы в экстренной форме и есть в неотложной форме. Поэтому сейчас у нас разделение это наступило. И мы до 20 минут выезжаем на вызовы, стараемся прибыть, которые поступили в экстренной форме. Что касается страхового полиса медицинского страхования. Скорая медицинская помощь оказывается совершенно бесплатно всем абсолютно, кто обратился за скорой медицинской помощью. И есть у этого человека полис или нет этого полиса. Если требуется госпитализация и есть показания для госпитализации, то отсутствие страхового полиса не является причиной, по которого не повезут человека в стационар. А также место прописки, да? Даже сложно представить такую ситуацию, что у человека будет инфаркт миокарда, его не повезут в стационар, потому что у него нет страхового полиса. Или потому что он иногородний. О таком случае я ни разу не слышала в нашей практике, потому что несмотря на то, что у человека нет полиса, иногородний он, то мы проводим при инфаркте миокарда очень дорогостоящую терапию, и никто никогда не смотрит на наличие либо отсутствие полиса. Да, мы должны записывать страховой полис для того, чтобы отчитаться перед страховыми компаниями, для того, чтобы они проверили по этим данным нашу работу. Но это никоим образом не влияет на наши взаимоотношения с пациентом. Кстати, а номер для звонка по мобильному в скорую помощь сейчас у нас 103? 103 со всех телефонов. Со всех телефонов можно вызвать, да? То есть по 03, естественно, уже все, не дозвониться. Можно вызвать 03, пока еще этот номер работает. Можно 030, некоторые сотовые операторы поддерживают номер 030. Но для упрощения ситуации номер 103 обеспечивают дозвон со всех телефонов, как с мобильных, так со стационарных. Здравствуйте, меня зовут Игорь. Вопрос такой. Чем отличается у вас сейчас, как говорится, неотложная помощь и скорая помощь? Вот у меня был случай, моему ребенку температура была за 40, и мы вызвали скорую помощь. И в итоге оператор скорой помощи передал звонок в местную больницу, считая, что это неотложная помощь. Это правоменные действия или нет? Это первый вопрос. И второй маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, ранее скорая помощь зачастую использовалась в качестве, скажем, такси, можно так сказать. Сейчас эти моменты у вас присутствуют или нет? Потому что очень много людей возмущается. Скорая помощь часто в одно и то же время по улице Большевицкой проносится. Спасибо за вопросы, Игорь. Так, ну что уж, давайте отвечу на первый вопрос по неотложной помощи по температуре у ребенка. Температура относится к неотложной помощи, то есть это не угрожающее для жизни состояние, потому что температура является реакцией организма на внедрение вируса, и вирус в первые часы и в первые дни может погибнуть только при высокой температуре. Поэтому наш организм повышает температуру для того, чтобы уничтожить вирусы и для того, чтобы наработались антитела, которые тоже вырабатываются при высокой температуре. Поэтому резкое снижение температуры, либо моментальное, оно не всегда полезно. И температура относится к экстренным поводам тогда, когда она является осложненной, то есть возникают судороги, резкая головная боль, потеря сознания, тогда эта ситуация уже относится к экстренным поводам. Что касается температуры, почему лучше вызывать неотложную помощь из поликлиники, а не скорую помощь? Скорая помощь, часть бригад укомплектована фельдшерами, и не занимается фельдшерой лечением, приезжает машина скорой медицинской помощи, ставится гипотензивный укол, и дальше фельдшер уезжает. Если приезжает врач из поликлиники, то он не только ставит гипотензивный укол, он выписывает больничный лист, назначает терапию для дальнейшего лечения, время для посещения этого врача, может направить сразу на анализы, которые можно уже завтра будет пойти сдать, либо в другое время. И вызов участковой службы или врача неотложной помощи из поликлиники, он является более полноценным по сравнению с вызовом фельдшера скорой медицинской помощи. Услуга оказывается в большем объеме. А вторая часть вопроса Игоря, что машины скорой помощи используются в качестве такси и катаются по большевизм. Что-то я впервые о таком слышу. Я, по-моему, читал, если я не ошибаюсь, Игорь, у нас в группе писал программу «Вечерний разговор» с Артемом Роговским ВКонтакте, но вот на практике. Вы знаете, скорая медицинская помощь сейчас работает с такой нагрузкой, что позволит себе работать в качестве такси при наличии диспетчера, который следит за тобой по времени, истроченному на вызов, по спутниковой навигации. Но фактически невозможно. Доктор у нас практически не выходит из машины, получив вызов, обслуживает его, говорит, что он свободен. Если закончил вызов, ему передают по рации сразу следующее. Доктора у нас выполняют по 16, 18, 20 вызовов в сутки. И времени для разъезда в качестве такси совершенно не остается. Но что касается улицы Большевистской, то для нас это, знаете, такой крестный путь буквально, потому что мы пациентов с инфарктом миокарда возим в НИИПК для того, чтобы им провели высокотехнологичное вмешательство на сосудах и помогли хирургическим путем. Поэтому мы ездим очень часто много раз в день по этой улице, как в сторону НИИПК, так и обратно. Как правило, мы едем с пациентами тяжелыми, и врач в это время может находиться не в кабине рядом с водителем, а рядом с пациентом, потому что пациенту нужна и помощь, и контроль за его состоянием. Спасибо, Ирина Анатольевна. Тогда еще несколько частных вопросов. Задайте, пожалуйста, вопрос Ирине Анатольевне Большаковой. Почему в стационарах города Новосибирска выплачивают премии с Днем медицинского работника и премии по окончании года, а сотрудникам скорой нет? Если можно, то конфиденциально. Спасибо за понимание. Пять восклицательных знаков. Давайте начнем с того, что средняя заработная оплата сотрудников скорой и медицинской помощи несколько выше, чем сотрудников стационаров. Средняя заработная оплата врачей 47 тысяч рублей, фельдшеров 36 тысяч рублей в месяц. И свой премиальный фонд мы предпочитаем выплачивать неоднократно по результатам или в конце года, а мы выплачиваем каждый месяц каждому сотруднику по результатам его работы за месяц. Я понимаю, о чем идет речь, но выплачивать премии всем работникам в конце года, независимо от того, как они проработали, наверное, это не самая лучшая практика, а выплачивать ежемесячно за ту конкретную работу, которую сделал каждый сотрудник, считаем, что практика более правильная, потому что премия должна выплачиваться за работу, а не просто за то, что человек числится в скорой медицинской помощи. Хотелось бы сказать, что я благодарна бригадам скорой помощи. Дважды вызывала скорую помощь, когда болела. Мне очень понравилось, как врачи работали. Молодцы, что аккуратно довезли, оформили в больнице. И время ожидания было не более 10 минут. Спасибо. Вот и такие отзывы, а не только. Вы знаете, вы меня не удивили, потому что у нас в день приходит около 20-30 благодарностей от жителей нашего города. Ежедневно. Да, да, мы ведем эту статистику, и крайне редко приходят к нам жалобы, но тем не менее, мы считаем, что если в работе скорой медицинской помощи есть какие-то дефекты, вы их видите, то позвоните, пожалуйста, по номеру 103, и сразу же доложите об этом. Поставьте в известность старшего дежурного врача, для того, чтобы наутро мы уже разбирали эти случаи на наших планерках. Личные сообщения в группе «Вечерний разговор» ВКонтакте. Добрый вечер, Артем. Спросите у Ирины Анатольевны, когда же бригады укомплектуют в соответствии с нормативами? Почему не выдают машины, которые служба СМП получила в 2016 году? Почему медиков снимают... А, ну это вопросы разные. Хорошо. Когда же укомплектуют бригады в соответствии с нормативами? Какие нормативы и какая укомплектованность сегодня бригад скорой медицинской помощи? Мы очень стремимся укомплектовать бригады скорой медицинской помощи. Мы ждем сотрудников, которые пришли бы к нам работать в качестве фельдшеров скорой медицинской помощи, врачей скорой медицинской помощи, врачей-педиатров. Эти врачи, эти специалисты для нас наиболее востребованы. Мы хорошо укомплектованы реанимационными специалистами бригады реанимационной, те, которые оказывают экстренную помощь, которые должны пребывать в течение 20 минут. Но, к нашему счастью, у нас специалисты эти есть, работают замечательно, и бригады эти укомплектованы. Что касается остальных бригад, мы примем с распростертыми объятиями всех, кто к нам придет, кто имеет сертификат скорой медицинской помощи, особенно педиатрии. И по окончанию колледжа медицинского мы принимаем каждый год по 30-40 фельдшеров на станцию скорой медицинской помощи. Но работа у нас тяжелая. Конфликты, возникающие порой, о которых мы сейчас говорили в начале программы, они заставляют людей менять работу на какую-то более спокойную. Так, теперь о машинах скорой медицинской помощи. Почему не выдают машины скорой медицинской помощи, которые служба скорой медицинской помощи получила в 2016 году? Ну, во-первых, получили бы транспорта очень много в 2016 году. Часть транспорта ушла в районы области, и часть осталась в городе. Та часть, которая осталась в городе, она должна пройти, естественно, процедуры для того, чтобы машина была оформлена, получила номера, получила страховку. И часть машин уже поступили у нас в течение последних дней, поступили на работу в несколько подстанций. Так что процесс этот идет, я думаю, что в течение месяца он будет завершен. Почему медиков снимают часы работы? Ну, здесь я не совсем понимаю, что имеет в виду человек, который задает этот вопрос. Может быть, вам понятно? Ну, я думаю, что медик, который пишет, задает вот этот вопрос, ему лучше всего обратиться лично. Он, кстати, анонимный. Если можно анонимно, то мне еще работать. Я думаю, что лично он может обратиться к главному врачу, поскольку прием у нас для сотрудников любое время, когда работает администрация, и объяснит свою ситуацию, что, где, у кого, что снималось, для того, чтобы мы смогли разобрать эту ситуацию уже предметно. Ирина Анатольевна, планы скорой медицинской помощи на 2017 год с каким настроением входите в год и какие задачи перед собой ставите? Мы хорошо укомплектованы оборудованием, мы хорошо укомплектованы медикаментами, мы получаем сейчас новый транспорт, поэтому мы полны оптимизма. И думаю, что следующий год, 2017, у нас будет отработан не хуже, чем 2016 год, а где-то даже лучше, потому что для нас горизонты, наверное, сейчас более такие вот, или поланка более высокая, чем была она в 2016 году. Это касается времени 20-минутного доезда на экстренные вызовы. Вот мы будем стараться изо всех сил выполнить то, что вот от нас требуют. В 2017 году предстоит еще одна у нас суперзадача, это взаимодействие с телефоном 112, который, как вы знаете, будет в нашей области работать в 2017 году, и мы должны проработать взаимодействие информационное с телефоном 112, чтобы все, кто обратился на телефон 112, ну, кому требуется медицинская помощь, не только поговорили с диспетчером 112, но были диспетчером 112 в автоматическом режиме, переведены на сотрудника медицинской помощи станции скорой медицинской помощи, на телефон 103, для того, чтобы мы медицинскую информацию приняли, как это и полагается по нашему медицинскому законодательству. Поэтому напрямую звонить на станцию скорой помощи, опять-таки, это телефон 103. Если вы не дозвонились, есть какие-то проблемы, может быть, то есть телефон 112, он остается телефоном экстренных служб и будет работать в полном режиме уже, в такой эксплуатации полноценно, где-то с марта месяца. Спасибо, Ирина Анатольевна. Это не реклама, можно это не озвучивать в эфире, но донести до сведения скорой помощи. Это я вот про то, что нам написали. Да, обязательно вам перешлю. Вот у нас уже завершается программа сегодняшняя. Я благодарю вас за то, что пришли. Очень интересно мы с вами сегодня поговорили, я считаю, продуктивно, ответили на вопросы новосибирцев. Ну и удачи вам. Я всегда с большим уважением относился и отношусь к врачам, потому что сам из семьи, где мама врач, всю жизнь работает. И поэтому всего самого вам доброго. Спасибо за беседу. Спасибо вам большое.